Так, ну что ребят, всем привет, обзор рынка криптовалют 1 декабря, соответственно праздник к нам приходит, да, время летит очень быстро и этот месяц тоже скорее всего пройдет незаметно, потому что, поэтому ребят, помните я говорил, это еще было по-моему 29 что ли или 26 сентября, ну короче в конце сентября я записывал обзор рынка криптовалют, там называется мотивация в конце, там что-то такое, вот, и соответственно, ну давайте даже глянем обзор рынка криптовалют. Можете пересмотреть, если кому интересно, сейчас 26, 09 по-моему, по-моему 26, да, а вот, да, 26, 09 плюс бонус мотивация, да, вот это он, и соответственно я там пол ролика 10 минут целых давал мотивацию, что вспомните, что все дела вы сделали и все цели ли вы достигли, потому что остался месяц и как бы все думают, что вот, я там начну в новом году, да не начнете, понимаете, если вы не начали в этом году, то в следующем вряд ли, то есть, ну понятное дело, все зависит от вас, но почему бы не начать сейчас, то есть, время-то пройдет так и так, понимаете, вот задумайтесь над этим, я тоже подофигел и я продолжаю сейчас делать каждый день курс, то есть я постоянно откладывал, знаете, когда я его хотел начать делать, я его хотел начать делать еще в марте или в апреле месяце, мне пришла идея, А делать я его хотел в мае и еще в июне 21 года Вот, а начал делать я его только сейчас, в ноябре месяце, ну уже декабрь, да То есть в конце ноября я начал только, ну даже в середине, начал только шевелиться Вот, полгода прошло, я откладывал, откладывал, типа то некогда, то еще там что-то А ты просто садишься и делаешь, и все То есть принцип тот же самый Ну и теперь я каждый день записываю видеокурс, пока у меня есть время То есть вечерком сажусь, записываю, и скоро он будет готов То есть первая часть уже готова, вот, для новичков И, соответственно, сейчас буду готовить часть уже для более опытных пользователей В том числе там понимание графика, перевода и так далее Все это будет, там стейкинг, эти темы тоже затрону Вот, ну и, соответственно, для VIP там уже будет более такая, скажем так, сокровенная информация Там мышление миллионеров и, ну, не то, что знаете успешный успех А то, что я поменяю на практике и то, что мне помогло добиться успеха Я думаю, это многим будет интересно, вот, потому что есть фишки, о которых Те же там миллионеры, миллиардеры и успешные люди не рассказывают, вот И делятся только в закрытом доступе, ну, соответственно, у меня это тоже будет Кто захочет, приобретет Вот, пока что еще пресейла у нас нету и не знаю, будет, не будет, посмотрим Вот, короче, я открыл обзор за 27 число Спасибо вам за просмотры, за лайки, за комменты, которые вы написали 88 комментов и сейчас будем разбирать ваши монеты, которые вы, соответственно, просили Вот, поэтому перейдем сразу к монетам Ну, я думаю, будем смотреть Вот, рассмотри более детальный EOS Ну, давай, как бы посмотрим Я думаю, ничего страшного, если я на ты обращусь Вот, тем более, скажем так, мы в одной команде, скажем так, криптоэнтузиастов Поэтому ничего страшного Ну, по EOS я уже говорил То есть EOS находится в накоплении Я вчера, кстати, смотрел видос одного блогера, не буду называть канал Ну, может быть, кто-то узнает Можете как раз написать в комментах и попробовать угадать Он говорил, что вот, зачем держать старые монеты по типу, там, того же EOS, там, XM, Monero, там, Dash, еще, может, какие-то Типа, зачем их держать и нихера они не сделают перехай Если и сделают, то, ну, сейчас, там, индустрии, там, NFT, GameFi И, соответственно, какие-то метавселенные и так далее Dex, там, DeFi проекты, ну, то есть, все это на хайпе Да, это так Но вы понимаете, что эта тема, она как, скажем так, хайпанула, так и заглохла Да, какие-то монеты останутся Но останутся единицы из монет, понимаете, единицы Вот, я верю, что останется та же монета Тета Она относится к метавселенным Я ее не раз советовал Вот, поэтому, кто не закупил Вот, как раз тоже советую В закрытом клубе я ее неоднократно рекомендовал Она в накоплении Ну, многие думают, что типа херня Ну, окей, как бы не закупайтесь Поэтому, я понимаю, что она уже иксы хорошие показала Но, так как эта тема сейчас на хайпе Плюс, это стриминговая платформа, которая связана с игрушками И хочет выйти на один уровень с Ютубом и Твичом Поэтому, я думаю, она себя еще покажет И неспроста ее удерживают в этом ценовом диапазоне Что касается Иоса на данном этапе То есть, Иос у нас эмиссия не ограничена Что является, ну, очевидно, минусом, да Потому что это может не дать в какой-то степени подрасти данной монете Но, в целом, как минимум, она может достигнуть пиков Те же, там, 14 долларов Ну, порядка 3-4 иксов, я думаю, можно будет забрать Может, даже и 5-ти Вот, поэтому, если дойдет вообще до пиков 21 доллар, ну, как раз это порядка Сколько это у нас Порядка 5 иксов, да Порядка 5 иксов можно будет забрать Если посмотреть график, там, на том же Бинансе, да, ну, давайте глянем Вот, в пике она достигала тут даже 23 доллара Ну, с текущих отметок То есть, она находится в накоплении Я думаю, она себя еще покажет Даст там 4-5 иксов Но рассчитывайте больше на 22-й год То есть, как вы видите, минимумы мы обновили Мы стояли тут в жестком накоплении И стоим теперь по более высоким отметкам До этого было 3 доллара, сейчас 4 Да, не шибко подросли Можно сказать, что вот Мы там ее холдили А она всего лишь дала там 4-5 иксов Но я уверен, что в дальнейшем она даст еще больше Поэтому, ну, на часть депозита можно Но эту монету я рассматриваю чисто спекулятивно Потому что, по большому счету Какого-то особого развития я по ней не заметил Если кто-то знает какие-то там фундаментальные новости По ней можете написать Вот, но в целом я не замечал Ни в новостных порталах Ни особо какого-то хайпа вокруг нее Но, опять же таки, обычно тема нет На которые никто не обращает внимания Как тот же XM там Как тот же Zcash, который там до 300 долларов доходил Да, то есть все не обращали внимания А внезапно он подрос И все-таки, о, надо закупать Zcash Но сейчас он пошел в коррекцию Поэтому я не докупаю Я еще жду Вполне вероятно, что его спустят еще ниже Вот, поэтому, видите Я подождал И, соответственно, уже минус 25% дешевле Можно будет его купить А многие погнались на хайпе Закупили его на хаях, небось Вот Вместо того, чтобы пару дней подождать Как я рекомендовал Вот, поэтому по XM Ну, по XM тут ограниченная эмиссия Конечно, 9 миллиардов Да, почти Но, в целом, данная монета развивается Я показывал новости, что там и форк В закрытом клубе Все, я это скидывал Поэтому данная монетка Вот, у нас, видите Хардфорк, хардлок Вот, можете, соответственно, перейти Ну, давайте я даже перейду, покажу вам Вот данная новость Что седьмой хардфорк Это у нас также По-моему, в Японии Там, или в Китае Вот В Японии, как платежное средство Применяется даже Соответственно, с 16-го года Вот, поэтому данная криптовалюта Я считаю, имеет перспективы И вполне она может сделать Перехай Ну, понятное дело Это ни год, ни два Но, в целом, монета стоит сейчас В 10 раз дешевле Поэтому, почему бы и нет По поводу юса Сейчас докупить его можно Вот Я думаю, понятно Но чисто спекулятивно Вот, на часть депозита Может быть, там, я не знаю Процентов на 5 максимум Вот, на этот ответил Дальше Рубрика краткосрочных инвестиций По поводу краткосрочных инвестиций Ну, инвестиции Они, как правило Среднесрочные, как минимум Потому что краткосрочные инвестиции Ну, может ли быть такое? Да, может Но, в основном, нужно рассчитывать На один день, как минимум То есть, краткосрок И все это в курсе тоже будет Разъяснение подробное Что такое там краткосрок Среднесрок Долгосрок Но, в целом, по поводу краткосрока Это, в основном, там, от нескольких минут Либо от нескольких, там, максимум часов До одного дня Вот А средний срок Это уже от одного дня И до пяти месяцев Вот А долгосрок, соответственно, от шести месяцев Ну, в идеале от года И чисто ты закупил И держишь в долгую Вот, и не трогаешь данные монетки И без разницы Там, ты можешь закупать Либо систематически Пофиг, какая цена Но я рекомендую, конечно же, в основном Закупаться, ну, путем усоединения И частичного закупа Вот Поэтому По поводу Краткосрочных инвестиций Таким я не занимаюсь Бывает такое, что ты, допустим Купил по монете Неважно Ну, я, например, iOS Покажу Купил ее здесь А на следующий день Она поперла в рост Ну, это получилось, да Типа краткосрочно Ну, и то Почему это не краткосрочно Потому что, ну, как минимум Там полдня Или сутки там прошли И, соответственно, монета поперла Или там день-два Это уже среднесрочно Поэтому краткосрок Я не торгую Я уже отвечал Вот Сделал Благодаря тебе С начала просмотра Твоих видео А это с 30 июля Вот Ну, как бы Расскажи про лаунчпад На Binance Стоит ли стейкать BNB А также потом появились Новые функции Автоинвестирование Свап и фарминг Ну, по поводу этого Запишу отдельные видосы Ну, по поводу автоинвестирования Вкратце, если сказать То это, соответственно Сумма, которая у вас Списывается со счета Либо с карточки Там это все можно настроить Это уже, я думаю Вам как домашнее задание Разобраться со всем этим Вот Это просто сумма Которая будет инвестироваться В определенные монеты Там, по-моему, сейчас есть Биток, эфир и какие-то еще Не знаю Там остальные добавили Не добавили Я особо не вникал Мне это неинтересно То есть я докупаюсь Самостоятельно Мне автоинвестирование Ну, не так интересно Потому что, ну, зачем мне Какие-то монеты, допустим Закупать на хаях Вот Стоит ли стейкать BNB Да, стоит Поэтому про лаунчпад У меня куча видосов на канале Вот По поводу дальше монет Размотай, пожалуйста SeaCoin Beta KNC Ну, давай глянем Я советовал закупать Еще вот здесь Вот в долгосрок Сейчас она ушла в коррекцию Ну, опять же-таки Я думаю, она себя еще покажет Поэтому как раз у вас будет Возможность по ней докупиться Я сейчас не торопился Потому что ее валят И, думаю, еще спустят К уровню, там, тех же 2 центов Вот Если же посмотреть там На том же Binance Сколько она стоила Ну, давайте глянем В пиках она достигала В апреле То есть это было 6,5 центов Ну, то есть в 3 раза дороже Она стоила Если посмотреть на том же Кракене Давайте глянем В 2017 году она достигала Тех же отметок в 10 центов Будут ли такие отметки Ну, вполне возможно Ну, то есть Опять же-таки Загадывать не стоит Но это будет Порядка 5 иксов То есть я думаю Монета себя еще покажет В долгосроке Поэтому Ну, учитывайте Что она и так уже Офигенно отросла Вот Но сейчас она обновила Минимумы Видите Сейчас находится здесь В накоплении И как только она сделает Перехай Она выйдет потом дальше наверх Поэтому долгосрок Хорошая монета Можете рассматривать ее И постепенно докупать На вот этих уровнях Там от 1 до 2 центов Вот Воду себя коина разобрались Бета Бета стреляла Насколько я помню В нее лезть уже поздновато По-моему А, нет То стреляла Да, я перепутал То другая монета стреляла Я забыл как называется Короче По-моему Кип монета еще какая-то Там стреляла Вот бета Но бета сейчас находится В накоплении Ну, опять же-таки Локально, да Вот Можно ли закупиться Ну, можно Но я сейчас в нее лезть Не собираюсь То есть Если вы получили ее На лаунчпаде Если выйдет с накопления Может, конечно, стрельнуть Ну, это такая рисковая сделка От 1 до 3% депозита Разве что выделить Но учитывайте, что ее могут И вниз пролить Вот По поводу Кинси Кинси тоже в долгосрок советовал На данном этапе Она находится тоже Здесь в накоплении Если же посмотреть На том же Бинансе Давайте Сколько она там стоила Ну, в пике достигала В том же 2018 году 6 долларов Сейчас она стоит 2 Вот В 3 раза дешевле Ну, сейчас находится Вот в таком вот накоплении Я думаю, она себя еще покажет Тоже я ее немного прикупил Ну, и как видите Как только она выйдет За уровень 2.2 и 2.4 Можно ждать дальнейшего роста Наверх Ну, монета Это наподобие как Диа То есть у нее похожий график Вот И, как видите Кстати, блин Я вот Как всегда, вот понимаете Хотел закупить монету сектик И она как раз поперла На следующий день Я вот думаю Блин, она по-любому пойдет Ну, и она сходила уже На те же там 50-70% Ну, это пипец, конечно Вот Я думаю, она и больше сходит Но сейчас покупки Понятное дело Смысла лезть уже нет Вот Поэтому Расскажи Так, сейчас Кинси Сфп Ну, давай Сейчас посмотрим По порядку будем Сейфпал Опять же-таки В долгосрок Это у нас аппаратный кошелек Я ее неоднократно советовал И в закрытом клубе И на YouTube-канале То есть вот здесь Еще можно было докупить Вот В долгосрок я закупаю Да, я закупал Вот здесь вот на коррекции Можно было докупить Соответствующие рекомендации Давал Капа небольшая Как видите Она вообще еще не стреляла Поэтому Как только она выйдет За те же там 3,5 доллара Ну, 2,5 3,5 А потом 4 доллара И выше То она улетит Вот Поэтому частично В долгосрок Можно сейчас брать Альпака Не знаю Рисковая монета Ну, сейчас она на днище Я понимаю Все дела там Но на данном этапе Заходить в нее Ну, хрен его знает Я в нее заходить не буду То есть у нее глобально Нисходящий тренд А рисковый Вот По SLP Скажу еще раз Меня многие спрашивали Ну, она тоже на днище Сейчас Опять же-таки Учитывайте аиски Ребят Я понимаю Что это, так сказать Проект Ну, скажем так Ответвление Как DLC Идет от проекта Axe Infinity До AXS монеты Ну, опять же-таки Аиски есть Поэтому На данном этапе Ну, если заходить То тоже На какую-то сумму Которую не жалко потерять Потому что монета Ну, сверх рисковая Даже рисковее Чем Алиса И так далее Тот же TLM там Вот По TVT Если и докупаться То сейчас в долгосрок Но учитывайте Что монета Уже сильно подросла То есть если посмотреть Она стоила вообще копье Да, она в накоплении Там и она еще сходит Выше 1,3 долларов Но учитывайте Что она уже почти на пике Вот Поэтому и откатилась Она там на те же Сколько там 30% Вот Надо учитывать данный фактор Паде когда Она тоже часто спрашивали Ну, я в долгосрок докупаюсь Усоединяюсь Я докупался и здесь И здесь И здесь И здесь Поэтому я частично докупаюсь И верю, что в долгосроке Она себя еще покажет Поэтому Хорошенько сейчас уже Наконец корректировалась Ну, кто дождался Молодцы Вот Поэтому Как раз 45% Там те же 50 Дешевле можно ее закупить Но, опять же-таки Частично и в долгую Вот По этим ответил Дальше Расскажи, как может Себя повести рынок После перехода Эфириум на пост Я в эту тему Честно не вникал Но за счет того Что у эфира Произошло обновление Лондон Которое Теперь подразумевает Сжигание монет Да И, соответственно Хоть у нас по эфиру Неограниченная эмиссия Как вы могли заметить Да Но за счет того Что монеты у нас Сжигаются Как этот принцип Работает у нас На том же BNB На том же троне То, я думаю Цена эфира Будет расти И она сейчас В моменте уже растет Вот Поэтому я жду Минимум 8-10 тысяч долларов По эфиру В принципе Это вполне адекватные отметки Тем более Что у нас уже Почти 5 тысяч долларов И, как бы Эфир, я думаю Себя еще покажет И в этом И в следующем году Тем более Как только мы выйдем За 4 800 Я думаю Мы улетим еще Вот Поэтому Какой-то фиксации Прибыли не было Видите Мы медленно идем А обычно Маленькие свечи Предназначены для того Чтобы идти к пробою И дальнейшему движению Наверх Да, может быть Частичная фиксация Но, как видите До этого У нас свечи были И побольше То есть Там и те же Там 20 15 20 процентов А здесь свечки Сколько там Небольшие Те же там 5, ну максимум 10 процентов Поэтому Эфир еще себя покажет И я рекомендую Холдить его в долгий срок Стоит ли сейчас Лезть в покупки Ну, опять же таки Он находится на хаях Я лично По таким отметкам Его не докупаю Вот Если же вам кто-то Делает, к примеру Переводы в эфире Вот А там, я не знаю К примеру Оплату за вашу работу Там, либо еще что-то Либо просто вам там Перевели знакомые Либо еще что Тогда окей Ну, то есть Если перевод Именно в монетах Но если За USDT покупать Или там За биток Ну, хрен его знает То есть сейчас На данном этапе Я считаю Ну, рискованно закупать Если вы, конечно Пофиг вам Какая цена И вы закупаете Тупо в долгосрок От одного года И выше Чисто систематически Пофиг какая цена Тогда окей То же самое Могу ответить Аналогично по битку BNB там И остальным монетам Которые находятся Плюс-минус в хаях Там, по тому же Матику Ну, я Матик Сейчас не докупаю Я понимаю Что он там пойдет выше И у него там Если глянуть Здесь там Восходящий канал Там все дела Но я закупаться Не рекомендовал Почему? Ну, потому что Блин, ну какой смысл Его закупать на Те же там 30% дешевле Зачем? То есть, если открыть Вот здесь Вот мы находимся в хаях Я понимаю Что его там Выкупили Все дела И он пойдет Там еще выше Но закупать сейчас Ну, не знаю Для меня сомнительная идея То есть, я закупал Его еще вот здесь Понятно дело Это поздновато Но мы брали его Чисто спекулятивно Поэтому я часть Матика на долгосрок Оставил Ну, там немного Может быть Баксов 200-300 Ну, с вот этих отметок Поэтому Я не продаю Я держу Не думаю Что там прям сильно Меня это озолотит Но в целом Пусть лежит Пусть будет Ну, а если опустят Там хотя бы Те же отметки Там от 1 доллара И ниже Тогда я уже Ну, в идеале Вот здесь вот его докупать Или вот здесь По вот этим отметкам От 7 до 3 центов А то и ниже Вот Ну, а сейчас докупаться Ну, то есть Это как раз будет дешевле Уже на те же там 70-80% Ну, хотя бы на те же там 70% дешевле Ну, а сейчас Ну, я матика Докупать не рекомендую Вот Ну, опять же таки Если вы не докупаете Чисто систематически Вот, думаю По поводу этого ответил Вот, дальше Бим Кип Ну, давай посмотрим Бим Кип А по поводу Бима Ну, Бима рисковая монета В том числе В закрытом клубе Советовал Монета может себя еще показать Находится в накоплении В принципе 2 ТХА Я думаю По ней заработать можно будет Но учитывайте Что монета рисковая Поэтому выделять Максимум там От 1 до 3% депозита Не более Кип Ну, Кип опять же таки Если холдите в долгосрок И докупали до этого Можно держать Вот, ну а сейчас Понятное дело Можно сказать Что вот она там Здесь в накоплении Да Но сейчас она уже сходила То есть уже был памп По ней И надо было ее скидывать Хотя бы большую часть Ну, монеты Если вы не закупали В долгосрока Чисто спекулятивно Надо было скидывать Там вот здесь Вот здесь Ну, 3 дня можно было скинуть Ну, даже 4 Вот, сейчас Ну, если докупать То сугубо В какой-нибудь долгосрок Вот Ну, а в плане спекуляции Ну, я бы сейчас не лез бы уже Вот, потому что она в хаях Ну, да Она немного откатилась Понятное дело Такое себе Вот Жду Dash Спасибо за ролик Ну, по Dash я уже отвечал Если отдельный ролик То будет он чуть позже По поводу Dash Я уже отвечал Ну, здесь на Binance Показывают якобы Она вообще там 30 тысяч долларов стоила Я уже это показывал И то же самое Вот, если же посмотреть здесь Сколько она стоила 1400 Там даже 1600 долларов Могут ли быть такие отметки Ну, я считаю Что отметка в ту же тысячу долларов Там те же 5x Это вполне реально Тем более, как вы видите Мы обновляем минимумы Вот И, соответственно По Dash Продолжается накопление И мы потом выстрелим Точно так же, как и Zcash Даже еще Оно может быть не сильнее Скажем так Но потом пойдем дальше наверх И минимумы тоже свои обновим Поэтому я по Zcash Думаю, скорее всего Мы будем уже консолидироваться Здесь, либо вот здесь То есть сюда мы, скорее всего Уже не пойдем Если пойдем к этим отметкам Я буду мощно докупаться Вот Ну, я, скорее всего Думаю, что вряд ли Поэтому Жду сейчас еще немного отката Если он завтра-послезавтра будет И буду уже Докупаться по Zcash Вот Поэтому Ответил Думаю По поводу 1 инч 1 инч я уже отвечал В целом В долгосрок Отличная монета Тоже я слышал там И У других блогеров И, соответственно И прогнозы других Более опытных людей Скажем так Кто давно на крипторинке Они ждут Крупных инвесторов Да, которые ждут Тот же 1 инч Там по 10 По 20 долларов А то и по 30 По 40 И по 50 Может быть Кто-то и по сотке ждет Сейчас в принципе Эти отметки возможны Но учитывайте Что это как минимум Будет либо в следующем году Либо скорее всего Года через 2 Через 3 Вот Потому что 1 инч Монета не слишком Скажем так Ну не быстро Она ходит Она может там Да, можно сказать Что вот за несколько Там дней Она сходила На те же там 4 и 5 иксов А то и 6 Вот Но опять же таки Сейчас она находится В накоплении Минимумы она свои обновила От хаева Она откатилась на 50% Поэтому тоже хорошая возможность Закупить ее в долгосрок И монета еще Ну скажем так Не стартовала Вот она пампилась до этого Я скинул там 30% объема Но продолжаю ее Тоже докупать И буду Инвестировать в нее В долгую Вот Закупился по графу Жду по ней 5 долларов Ну по поводу графа В принципе такие отметки Вполне адекватны Вот Накопление имеется То же самое Сейчас ее можно докупить Вот 5 долларов Ну в целом Вполне разумная отметка 5 иксов Вполне реально Поэтому я жду как минимум Возвращение на предыдущие максимумы Ну и соответственно Ситуация Я уже показал Что по графу Аналогичная Как у нас было по аваксу По луне То есть мы постояли В накоплении Нас спустили вниз Ну и потом поперли наверх Поэтому сейчас она в откате На те же там 60% Можно по ней Докупиться И почему бы и нет Вот Поэтому Я думаю Все по данной монете Будет нормально Хоть многие говорят Что вот там Типа того что Монеты по ней печатают Нахера ее докупать Ну ребят Не закупайтесь Заработаем без вас Вот Поэтому И у многих Есть такой завтык еще Что типа Вот там Как может быть Такая там Капитализация Или у них есть логика Что вот Чтобы биток вырос в два раза Ему надо Капитализацию влить в два раза Типа должна быть Не один триллион А два триллиона Да нет Можно влить там Я не знаю Двадцать Тридцать процентов От того что есть Понимаете Капитализация Это Соответственно Циркулирующий объем Умноженный на цену Все от цены Зависит Вот по шибу Я приводил неоднократно Да например Где она тут Вот на каком Она там На 50 По моему месте Этот шиб На каком На 12 Вот Она стоила В 10 раз дешевле И капа у нее была Там сколько 2-3 миллиона Да Смотрите Она подросла В сколько тут В 10 раз Теперь давайте Откроем капитализацию Сколько у нее Вот капа сейчас Ну просела Была 30 Она была 3 миллиона Сейчас шиб Подрос в 10 раз И капа сколько у нас Смотрите Она подросла В 10 раз Вот И от чего Это зависит От влива Конечно нет От цены Вот и все Поэтому по остальным Монетам абсолютно То же самое Если кто этого Не может понять Ну ребят Ну по шибу Стоит ли сейчас заходить Ну я бы сейчас подождал бы То есть я закупался Получается 29 Я жду В целом я предупреждал Что могут отменить Вот этот рост Специально загнать хомяков Забрать объем Здесь еще по консолидировать И потом только повезти наверх Может даже куда-то сюда спустят Или может быть Даже к этим отметкам И потом полетим наверх Поэтому Я думаю еще один памп По шибу вполне Возможен Вот По графу уже отвечал А что я тут ответил Да советовал Хотя многие кричат Что скам Да BTT и линк Ну давай глянем По поводу BTT и линка Ну BTT я советовал Тоже в долгосрок Многие говорят Там я тоже слышал Там на ютубе Что вот Зачем ее сейчас закупать Ну 70% коррекции Я считаю Это тоже отличная возможность Докупить Поэтому Тем более там Трон развивается В том числе Вот По поводу трона Тоже докупаю его В долгосрок И холжу данную монету Вот И она в пике у нас достигала Сколько тут было Те же там 35 центов Ну в целом Пытается выйти как раз Из накопления сейчас И плюс монетки сжигаются Недавно у нас было Сжигание как раз По трону Поэтому я думаю Он себя еще покажет По вин тоже спрашивали часто Стоит ли докупать Ну вин а рисковая монета Учитывайте данный фактор Хоть она сделана на базе трона Может ли она сделать Те же отметки Ну максимум если дойдет до пиков В 4 икса Ну я не считаю Что это ошибка много Многие спрашивали у меня Там тоже гала Стоит ли сейчас заходить Я видел некоторые блогеры Тоже ее там советуют И так далее И Ну то есть я тоже Мониторишь рынок Там что сейчас в тренде Что не в тренде Когда смотришь там В том числе Идеи для ролика Вот Поэтому Ну я считаю Смысла сейчас в галу Лезть нет никакого Ну какой смысл Заходить в галу Когда она уже сходила Давайте глянем На те же там 8 иксов Ну то есть зачем Поэтому В галу смысла Сейчас лезть нету Можно зайти сейчас Частично в SLP Спрашивали Еще стоит заходить TLM В TLM Сейчас бы я не лез уже То есть TLM поздновато Но если вы не закупаете Ее в долгую Там от 1 года и выше Вот Тогда можно частично докупить Но опять же таки Заходить в идеале Надо было здесь Здесь либо здесь Потому что она уже Пошла в рост По Элис Аналогично То же самое Если в долгосрок Ну можно докупиться Кто хотел там Добрать ее вот здесь Вот ну то есть На те же там 30% дешевле Можно добрать Ну я хотел ее увидеть По тем же отметкам Ну как видите В принципе очевидно Чтоб тренд не ломать Они теперь пампят ее И она дальше пошла в рост Ну сейчас я считаю Уже поздновато Если вы не закупаете ее В долгую Не в том плане Что вы Вот Там Эта тема сейчас трендовая Я буду залетать на хаях И похер Хоть что-то Какой-то кусок вырву Надо закупаться Когда монета на месте стоит Как та же SLP Там TLM Когда я советовал Элис Ну многие же меня не послушали Все начинают заходить на росте Поэтому ну они как Не зарабатывали Ни хера И они просто будут терять Да и все Вот поэтому Если не в долгосрок То смысла заходить уже нет Ну это лично мое мнение Хоть она и пойдет там выше Но На данном этапе То же самое Ну Акс Вообще тут нет смысла заходить Я понимаю Что она выйдет с накопления Еще может сходить Но Закупать на хаях Ну хрен его знает Можно глянуть Что вот Она там даже сходила Но ради 2х Заходить с такими рисками Ну я смысла не вижу Или там 2 ТХ Да даже хоть 5х Ну Не знаю Я заходить сейчас не буду Вот Поэтому сейчас Отличная возможность Если у вас закупить Слп Та же Тета Вот Кто не закупает И параллельно с этим бонусом Я даю Тфюл То есть они вместе ходят Это топливо Для монеты Тета Она уменьшает Комиссию за транзакции И уменьшает загруженность В блокчейне И в сети Тета Вот Поэтому тоже данная монета Относится к метавселенным По поводу Линка Линк закупает Грейскейл Инвестиционный фонд Можете найти Сами в интернете Напишите там Соответственно Сейчас он называется CoinGlass Этот сайт Назывался он до этого ByBT Вот Не биржа ByBT А ByBT именно Вот Ну если не забуду Оставлю ссылку в описании Поэтому Ну на данном этапе Если она дойдет до пиков Ну 2x может дать Ну это монета на долгосрок Понимаете И монета не особо волатильная То есть что это значит Что она не слишком быстро ходит В плане движений То есть она не даст Такие движения Как там шип Гала там и так далее То есть это монета На долгосрок Частично можно ее сейчас докупить Но учитывайте Что она тоже уже отлично подросла Дальше Альпака уже отвечал DDX По поводу DDX Тоже в долгосрок Я рекомендую ее тоже закупать И в закрытом клубе советовал Поэтому как видите Она на тех же отметках Где и была На стартовых Поэтому если кто не закупился Тоже в долгую Я ее прикупил Вот На данном этапе Это у нас Вот можно зайти Даже сейчас покажу Dex Децентрализованные обменники Да Вот она Заняла опять первое место То есть у нас был Paynexwap Uniswap вышел опять на второе место По капитализации Да Ну и DDX на первом месте Поэтому я считаю Данный проект еще себя не показывал То же самое как и Ray Да То есть Ray у нас уже пошел в рост Я его в закрытом клубе тоже советовал Ну стоит ли сейчас закупать Если открыть полный график Сейчас я вам покажу Не помню на какой бирже Вот На том же FTX Да То есть Надо учитывать Что от пиков он откатывался Тут на 40% Ну сейчас уже намного меньше Сейчас давайте глянем На сколько На те же 30% Опять же таки Я считаю что могут это дело все еще вынести вниз Поэтому заготовьте Fiat Если кто захочет докупиться Но если кто не закупает в долгосрока Чисто спекулятивно Я бы не заходил бы Потому что монета уже хорошо сходила И так Вот Поэтому я понимаю что как только она выйдет За 13 и 17 долларов Она улетит Но На данном этапе Если вы закупаетесь в долгу Частично тогда можно Но в идеале Учитывайте что это дело могут пролить Еще по стопам И могут свозить вниз Поэтому я рекомендую частично докупиться Сейчас Если вы не докупались Ну и оставить сейчас Fiat Если все таки нас прольют Ну а если не прольют Будете смотреть дальше за ростом Вот Торнадо кэш Не знаю что за монета Торнадо кэш Ну давай глянем Торнадо кэш Торн А торн Я просто не знал Как она полностью называется Не не лез Потому что она уже свое Отходила Я считаю Если себя и покажет Ну опять же таки Хрен его знает То есть Ну рискованно На данном этапе заходить 650 место Капитализация подупала Ну и как бы В пике она хоть и стоила 420 долларов Ну не знаю На данном этапе Я считаю Сомнительно в нее лезть Но это лично мое мнение По поводу Эчбара Тоже если в долгую Вы закупаете Тогда можно ее взять Но учитывайте Что она тоже на хаях Сейчас откатилась На те же там 30 Сколько там 40 процентов максимум Ну Мы вышли из нее Ну лично я вышел Из нее полностью На вот этом пампе В Тайкса Вот Рекомендовал еще здесь Закупать Но кто холдит в долгую В принципе она как только выйдет За 45 центов Может еще сходить Вот Но если и закупаться То сейчас в долго срок Вот Подэш Ответил уже Вот Как думаешь Может ли риф в отдельности От битка Стрельнуть К концу декабря Из-за предстоящих событий Ну Я думаю вряд ли Поэтому Ну все может быть конечно Но я думаю Скорее всего в следующем году А то и через год Потому что На данном этапе У нас получается Были события там летом То есть Куча событий там На июле Июнь Август Было там Чуть ли порядка Не 20-30 событий Ну и Это никак не повлияло То есть Фундаментал Там новости Вообще никак Поэтому То есть Он так же валился Как видите Вот Май-июнь месяц На те же там 70% он упал Вместе со всем остальным рынком Криптовалют Поэтому докупить его Сейчас можно Но я его советую Сейчас сугубо в долго срок Потому что Ну скажем так Так быстро Как нам хотелось бы Он не сходил Многие говорят Что скам Ну смотрите Скам уже подрос На те же там Тайкса Можно было заработать Вот вам и скам Вот Поэтому как только он выйдет С этого накопления За 30 И тем более Ну вернее за ТАИ И тут потом 5-6 центов То мы вылетаем Дальше наверх Поэтому По АИФу Я просчитывал в долго срок Как раз таки После фундаментального Да Окей Спасибо Вот По поводу СФП отвечал Вэмп 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 Ну вэмп в хаях Находится Я фиксировался Если не успели Вот По поводу Дальше Что еще ИПС Тебе будет интересно В хорошем накоплении Я ее уже Неоднократно Советовал Ну давай сначала Банана А потом скажу По ИПС Банана Не знаю Где она торгуется Тут тем более Куча этих монет Банана Наверное на Битрексе Ну на Битрексе Я бы не лез бы Ну опять же таки Такие монеты Они высокоисковые Нужно учитывать Данный фактор Вот Если смотреть здесь Ну то же самое Сейчас она пошла в рост Если холдите Если брали на обменнике Конечно можно подержать Но Смотря на каком То есть Ну здесь падает Поэтому Ну не знаю Рисково Сейчас бы не лез бы уже По поводу ИПС Я бы докупил Данную монету Тоже То есть я жду По ней роста Она находится тоже В накоплении Я говорил об этом Неоднократно Ну Кто считает Что там скам Как только она выйдет За эти отметки За доллар Там тем более полтора Сходит там на 3 и выше Вот Тогда все спохватятся Там сделает она 5 А то и 10 икс И дойдет там сюда Или сюда вообще Вот Все скажут Оу надо закупать Понимаете Ну то есть так и будет Поэтому я уверен В этом на 100% И когда я скину свои ордера Когда я фиксану Там часть прибыли По тем же 3 доллара Ну будем смотреть по ситуации Но по 3 доллара Я однозначно что-то фиксану уже Вот Поэтому Хотя бы какую-то часть Поэтому Кто не закупался Можно сейчас это сделать Ну кто считает Что скам Поэтому монета тоже хорошая Можно ее в целом докупить Сильно недооценена Ну Считайте что скам Окей не докупайтесь То есть я ж никому не обязываю Ну Надо учитывать риски Тоже это у нас Децентрализованный обменник DeFi проект Вообще еще монета не стреляла Поэтому находится в жестком накоплении Капа как раз таки небольшая Вот И Такие дела по ней Вот Дальше 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 Так что там Звук есть Есть Дальше Аиф разгоняет Может ракета на старте Ну пока это еще херня Выйдет за 5-6 центов Тогда разгоняет А сейчас пока Вот По дэшу и патрону ответил Линк разобрал Вот Дот ЕПС Разбирал Альпака тоже ответил СНХ СНХ я считаю Есть перспективы Потому что на Базе синтаксис Делается куча проектов Как раз ее сейчас дампят Ну кто не закупается По ней Очень даже зря То есть На данном этапе Монетка тоже Я по ней рекомендовал Закупаться В том числе и в закрытом клубе Вот Поэтому я по ней докупался И здесь Там и здесь Поэтому монета себя еще покажет Я думаю ниже данных отметок Не должны опустить Ну от пиков она как раз Сейчас откатилась На те же там 60-70% В зависимости от точки входа Я думаю монета себя еще покажет Те же там 2 ТХ Три с половиной Она еще даст Как только выйдет за 14 И 22 доллара То же самое Похожий график Как по тете Вот Поэтому Ну сейчас валится Я еще подожду То есть посмотрим за ситуацией Вот Поэтому пытается якобы Показать что мы пойдем ниже Но если мы не опустимся Ниже уровня там 5 долларов Хотя бы 5 550 То в целом Можно ждать дальнейшее движение наверх И на базе Данной монеты Это у нас синтаксис Я думаю Многие знают И на базе ее Делается куча проектов Ну давайте Вот зайдем платформ На базе данной платформы Смотрите У нас сделана Юма, Мир Тот же Битшекс Соответственно Ям Вот Какие тут еще такие известные монеты Ну то есть Может быть не так много Ну давайте глянем сейчас По капитализации Сейчас я отсортирую Вот Ну вот Вот эти монетки В целом По остальным Пока что Ну может быть еще какие-то проекты Ну кстати странно Что оно не показывает Хотя До этого были какие-то монеты Которые я разбирал Что они сделаны на базе Синтаксиса Вот Но что-то они здесь не показываются Странно Вот Ну ладно Тоже DeFi проект Видите Находится в Coinbase Тоже портфолио И в остальных там портфолио И в Phantom Ecosystem Монеты FTM DAO Там децентрализованный обменник Ну я думаю монета Себя еще покажет И как видите Хоть она стоила копье Но сейчас тоже хорошо Скорректировалась Я думаю себя Покажет Вот По поводу UFT Ну давай глянем По поводу UFT По-моему На Акбой USD торгуется Насколько я помню Да Вот Ну на данном этапе Рисковая монета То есть я в такие монеты Стараюсь не лезть Тренд напоминает мне график Как по монете MDX То же самое Видите Смотрите Один в один И по итогу Я сейчас в минусе сижу На 66% Вот Смотрите То же самое Абсолютно аналогично Отстоялись Упали То же самое По монете FIS То есть Отстоялись Упали Поэтому я в такие монеты Стараюсь не лезть Вот Рисковая монетка Вот CRO CRO Многие спрашивали Ну в CRO Лезть уже поздно Опять же таки Если вы не закупаетесь В долгую Но Опять же таки Я подождал бы коррекции То есть Она уже и так Хорошо сходила Я понимаю Что она еще сходит Кто держит долгосрок Я считаю Можно похолодить Здесь локальное накопление Имеется Я думаю Может она еще сходит Но Залетать сейчас на хаях Ради спекуляции Ради среднесрока Или там краткосрока Я считаю Смысла нет Ну то есть Риски слишком большие Вот Если вы там торгуете Там со стопом И так далее Можете попробовать Но Я не советую То есть Сейчас уже хаи Ну какой смысл Заходить Когда она Во-первых Откатилась Там на 25% И сходила Перед этим Насколько там Если вы здесь брали На те же там Почти 10x Ну там 8 Окей 8x Вот Поэтому смысла нет Рассмотри Xvs Xvs Я тоже неоднократно Советовал Что в закрытом клубе Что на ютубе Поэтому я думаю Монета Данная себя еще покажет Если кто не закупался Ну очень даже зря Поэтому монетка Находится в накоплении Хорошо скорректировалась То есть DeFi проект Плюс там Специально разработчики Сделали негативные новости Ну и сейчас Она на 80% Дешевле Поэтому я жду Как минимум Выхода За 40-60 долларов И думаю Что она те же там 5x Даст И даже больше Вот Поэтому кто не закупался Настоятельно Тоже советую Вот Hot Flow Acro Ну давай посмотрим Hot Flow Acro Поход На данном этапе Тоже рисковая монета Я жду выхода За 1.4 И потом 1.8 цента Ну и промежуточная 1.6 Вот Я думаю Монета себя еще покажет Но опять же таки А риск уже Во-первых Повыше Из-за того Что я советовал Я закупать еще Вот здесь И вот здесь Вот И она уже подросла Немного Да Вот Ну а если холдите Можно держать дальше Дальше Что у нас Flow Flow там разлучили монеты И все начали активно Скидывать данную монетку Ну опять же таки Не знаю Есть ли смысл ее держать То есть Если вы холдите в долгую Тогда да Если же нет Ну То есть На данном этапе Докупать ее Ну ваше право Если верите в нее В долгий срок Можно взять То есть На 70% дешевле Но я ее не докупаю Поэтому Тут уже на ваше усмотрение Как хотите По поводу XLM Я уже отвечал Как раз Внимательнее смотрите ролик И досматривайте до конца Я сука даже таймкоды сделал Но некоторые люди Не могут Даже по таймкодам Понимаете Просмотреть видео Им впадло вот так вот Пролистать То есть Посмотрите Какие тут монеты И клацнуть на нужную им И Это печально конечно Но если вы Не способны Найти для себя Нужную вам информацию И внимательно посмотрите ролик До конца Окей Вы не хотите полный смотреть Но найдите по таймкоду Выделить там Минуту-две Я не считаю Что это прям сверх Большое время Чтобы глянуть от меня Подробный разбор Ну если вам впадло Ну тогда Смысл вам Оставаться на рынке Криптовалют Я вот этого вообще не понимаю Вот Поэтому Дальше Что там Акра По поводу Акра Я тоже советовал ее В плане среднесрока В закрытом клубе Поэтому Кто хочет Присоединяйтесь В том числе Вот Данную монету Я продолжаю держать Жду по ней роста И уверен Что она себя еще покажет Поэтому Как только выйдет За 3,5-4 цента Она улетит И я жду по ней Хотя бы там 2-2,5 икса Вот Поэтому Если кто хочет Долгосрок Ну тоже в принципе можно Сирокоин уже разбирал Вот Повет Кстати там Мне написали Что вот там Не 100 икс А 10 икс Ну давай глянем То есть посчитаем вместе Вот По поводу того Сколько он там стоил Сейчас Ну давай зайдем Если Там не 100 икс Ну давай посчитаем То есть сейчас он Стоил почти в пике Ну давай округлим 30 центов А до этого он стоил Сколько? 3 цента Ну давай посмотрим Даже он стоил Даже намного больше Даже он стоил там Не Три тысячных Он стоил То есть Ну как раз да Это в 100 раз он вырос И Ты написал что Вет Это не 100 икс А 10 икс Ну давай посчитаем Вот Я брал с этих значений Смотри Три тысячных Умножаем на 10 Это сколько? Это будет Получается Три сотых То есть это 3 цента Умножаем на 100 Это у нас 30 центов Соответственно Та отметка Которая Ну почти мы достигали Вот Не 100 икс Ну внимательно считай Поэтому Сейчас бы физмат Учить еще считать Вот ФТМ В следующий раз Можно ли ее сейчас докупать? ФТМ я считаю Смысла нет Сейчас докупать Я понимаю Что можно сказать Что вот Она выйдет там Из накопления И она еще себя покажет Да Она может еще сходить Я это понимаю И может быть повторится ситуация Как здесь Но закупать ради 2-3 иксов На хаях Если вы систематически Не закупаете в долгу И то Сейчас если посмотреть Ну она находится в хаях То есть Ну смысла нет Если вы ждете Зайдете сейчас И ждете вот такие вот иксы Ну такого уже не будет Я считаю Вот А даже если будет То это случайность И риски слишком высоки Поэтому ну Это сомнительная тема На данном этапе Поэтому я не советую Сейчас лезть на хаях Вот ИЦП Фил я уже разбирал Бета разобрал Вот Ариф Ксем Разобрал Ата Кейкбургер Ну давай глянем Ата Ата тоже рисковая монета Жду выхода за 1.3 1.9 Ну и здесь 2 доллара Вот Как только выйдем за данные отметки Можно ждать дальнейшего движения Соответственно наверх Вот Ну а на данном этапе Пока что Скажем так Никак не выйдем за данные отметки Ну давай даже зелененький Вот Поэтому по Ате Я еще жду движения Уверен что оно будет Но монета рисковая Поэтому учитывайте данный фактор Сходим ли мы сюда Ну вполне возможно Поэтому В целом Как рисковую монету Можно взять Или рисковую Вот По Бейку То же самое Советовал ее неоднократно Это у нас децентрализованный обменник Плюс они там внедряют Разные игровые токены Опять же таки С мета вселенных В том числе Поэтому данная монета Как минимум Ну с текущих отметок 2 икса Дост А то и больше Поэтому как только выйдет С накопления за 3 доллара Улетит Вот Тоже советовал ее неоднократно Вот По поводу Бургера Тоже советовал Многие написали Что скам Потому что она не выстрелила После новости Что вот Они там перенесли на 3 дня И получается Запуск Декс У них будет То ли 2 То ли 3 декабря Вот Ну децентрализованного обменника Она в накоплении Уже полгода Поэтому монета Я думаю Себя еще покажет И может стрельнуть Ого-го Ну кто не закупается Считает что скам Ребят Породавайте Уходите с рынка И не смотрите мой канал Отписывайтесь И не следуйте моим рекомендациям Поэтому я же никого не заставляю Вот Посмотри Дода торгуется на бинансе Думаю я должна стрельнуть Да Дода тоже неоднократно советовал Вот Поэтому монетка В лютом накоплении И кто хотел докупить Тоже можно ее взять Поэтому Жду по ней роста Вот По поводу Каим Каим Я не закупаюсь Я понимаю что там Хайв вокруг нее И т.д. и т.п. Но не знаю Я на данном тапе Не советую ее закупать Потому что ну Что-то ее начали активно скидывать И походу она Скатится в лютую Скамину и Хламину Поэтому ну По поводу Каима Сейчас рисково заходить И я бы не советовал В нее лезть Поэтому кто лезет Ну на данном тапе Сомнительно Если вы ждете Ну выйдите хотя бы По ней в ноль Но если минус Ну Тогда только ждать Хотя бы Скажем так Ну ждать выхода в ноль Вот По поводу стима По поводу стима По поводу стима Ну торгуется Она здесь На хуобе Ну опять же таки Она довольно таки Сильно сходила Может ли она сходить еще Ну вполне возможно То есть если выйдет С этого накопления Я вполне это допускаю Но на данном тапе Не знаю Рисковая монета Я считаю То есть вполне может сходить Вот Если с текущих отметок Ну Если вы там рассчитываете На вот эти иксы Вполне возможно Но монета рисковая Поэтому учитывайте данный фактор Вот Если же стим там На том же бинансе Я так понимаю Она только К БТЦ Ну да Она есть к доллару Вот Если глянуть Типа Вот Глянуть Сколько она стоила Здесь Вполне возможно Допускаю такие отметки Там 10x Но если и выделять То на какие-то Рисковые инвестиции Она и к БТЦ есть Вот Кюс ДТ Ее нету Можно типа глянуть Вот она там Может улететь С текущих отметок Но опять же таки Учитывайте Это если биток Будет расти Что некоторые Может рассчитывать На 60 тысяч процентов Может ли быть такое Может быть Но монета Сверхвысокоисковая Понимаете Тем более Если торговать Эркбитку Вот По поводу Бисфап Я уже неоднократно Отвечал Я в том числе Стейкаю данную монету Вот Поэтому Докупаю ее В долгосрок И соответственно Если кто ее Не закупал Тоже Рекомендую И кстати У нас Эркдроп еще будет По данной монете Поэтому Вот Можете посмотреть Вот Ну и плюс-минус Она от пиков Откатилась Как раз Можно сейчас Добрать на коррекции Сильно Недооцененные Токены И кстати Стейкинг у них Там Автостейкинг 135% В год Вот Поэтому Кто хочет Я Оставляю ссылку В описании То есть Если кто хочет Закупить данные токены Вот Я ссылки все Оставляю Вот Тут есть ссылка Регистрацию Бисфап Можете перейти по ней Да Это моя Эферальная ссылка Но Вам там тоже То есть Я поставил там 50 на 50 Я скидывал это Тоже в закрытом клубе В том числе Вот По данной монете То есть 50% Вы получаете Скидки там На комиссии И соответственно На остальные там Фичи и бонусы там И так далее То есть Все это можете получить Ну и соответственно 50% Мне То есть Как говорится Баш на баш И все по честному Да Все по чесноку 50 на 50 То есть 50% Мне 50% Вам Поэтому Кто хочет Зарегаться по ссылке И получить бонусы Вот Переходите Вот Ну и по остальным биржам В принципе То же самое Там можно получить Вот По тому же Бинансу И так далее Вот По поводу Остальных монет Я уже ответил Что там дальше Давайте Чтоб не затягивает Сильный видос Хотя уже на 40 минут Вышло Вот Слп Винг уже отвечал Вот Подода ответил Каим ответил Ким ответил Бисвап ответил Торн ответил Что еще Как попасть в закрытый канал Напишите в личку В телеграм По поводу Диджибайт Тоже ее докупаю В долгосрок И в том числе Долгосрочный инвестор У меня есть В закрытом клубе По данной монете Поэтому в накоплении Тоже лютом находится Используется она Как платежное средство Дойдет до пиков Порядка там 3-4х Можно будет забрать Но я б холдил ее В долгосрок Потому что Как видите В пике она достигала Здесь те же там 17 центов Ну давайте глянем Сколько она стоила На том же битриксе Перехай она конечно Сделала 17-18 года Но монета я думаю Себя еще покажет Поэтому в долгосрок Отличное вложение Как платежное средство Капа у нее тоже Сейчас насколько я помню Не такая большая Вот Ну 700 миллионов Но все равно Как видите монетка Хоть она и делала перехай Я думаю она себя еще покажет Вот И можете зайти ее на твиттер И соответственно я делал обзор Отдельный на канале Можете глянуть И соответственно Отдельный видос У меня по ней был Вот Сэнд SLP SLP был По поводу сэндов По поводу сэндов